В 2008 году на экраны вышел фильм «Железный человек». Картина получилась отличной, именно с неё стартовала киновселенная Марвел. В том же году, через три недели после премьеры, на полках появилась одноимённая игра. И не одна, а целых две. В то время как владельцы Xbox 360 и PlayStation 3 получили графунистую Next Gen версию, владельцы остальных платформ получили совершенно другую игру. Именно о ней сейчас и пойдёт речь. Для удобства мы будем называть её пастгейн-версией, а не как ребята со стопгеймом мобильной. Итак, данная версия посетила кучу платформ, среди которых есть PlayStation 2, PSP, Nintendo Wii и внезапно ПК. Речь по большому счёту будет идти именно о ПК-релизе. Но не волнуйтесь, на всех остальных консолях Iron Man абсолютно такой же. Разница только в графике и управлении, ну и это естественно. Были, конечно, ещё игры на Nintendo DS и Ява-телефоны, но о них как-нибудь в другой раз. Для меня до сих пор остаётся загадкой, почему в те годы обладатели персональных компьютеров получали именно пастгейн-версии. Это ведь не единичный случай. Познакомился я с этой игрой ещё в юности, когда активно скупал пиратские антологии на DVD-дисках. В общем итоге у меня где-то было около сотни дисков, а на некоторых антологиях было и по 10 игр сразу. В то время она меня совсем не впечатлила. Помню, я прошёл первый уровень и он в целом был довольно бодрый. Там надо было сбежать из плена в самодельном первом костюме Железного Человека, Mark I, если мне не изменяет память. Он был оснащён огнемётом, ну и в принципе на этом всё. Первый уровень даже визуально был в принципе неплох. Но за ним шёл второй, который представлял из себя некое обучение. Я сразу обратил внимание на низкую детализацию локации. Это просто какие-то коробки, обтянутые одной сплошной текстурой. Во втором уровне у нас были тренировки обычных полётов и режимы форсаж. Это когда Железный Человек разгоняется. В этом режиме летать поначалу было очень неудобно, но достаточно быстро я понял, что во время полёта лучше не нажимать кнопки вперёд и назад, ибо они перемещают персонажа вверх и вниз. А это гораздо эффективнее делать мышкой. Однако повороты влево и вправо мышкой очень медленны, из-за чего вписаться в повороты почти нереально. И их лучше выполнять на клавиатуре. Вот такой незамысловатый способ полёта я нашёл для себя в этой игре ещё в те времена. И мне непонятно, почему многие жалуются на неудобные полёты. На деле они оказываются достаточно простыми, нужно просто привыкнуть и понять в чём их прикол. Далее нас обучают стрельбе и разным режимам костюма. Энергию можно распределить по различным отсекам, типа оружия и брони. Но можно также выбрать сбалансированный режим, и как по мне он самый нормальный. После обучения нас кидают в бой с заказчиками Старка, которые зачем-то напали на его склады. И в этот момент я осознал, насколько же тут тупой искусственный интеллект противников. Я закончил этот уровень и перешёл к следующему. А там всё те же тупые противники и невзрачная пустыня. Ну и на этом моменте я забросил игру тогда. Но сейчас, ради этого видео, я всё же решил пройти её полностью. Противники всё такие же унылые, но, сука, меткие. Они порой даже через стены в тебя попадают. Правда, их выстрелы не особо сильно наносят урона. И вообще игра очень казуальная. Да, игра эта, конечно, громко сказана, но всему своё время. После поражения у нас есть возможность с помощью QuickTime Event вернуться в бой. Если же по какой-то причине это легчайшее QTE пройти не удаётся, нас всё равно вернёт в бой, но отнимет одну попытку. А всего их пять. В общем, проиграть от врагов тут достаточно проблематично. Но можно проиграть от каких-то совершенно абсурдных ситуаций. А чекпоинтов, как по классике, тут нет. Приходится начинать уровень заново. А начинать заново мне приходилось из-за того, что сюжет тебе не всегда может нормально объяснить, что от тебя требуется. К тому же заставки на движке почему-то не пропускаются, из-за чего тебе постоянно при проигрыше приходится выслушивать одни и те же диалоги. Ну и раз уж затронули сюжет, давайте пару слов и о нём. В каком-то смысле он повторяет фильм, но добавляет много глупой отсебятины. И из-за этого в целом вся история смотрится абсурдно. Тут, например, есть Босс Хлыст. Это, если что, персонаж Микки Рурка из второго фильма. Вот только на момент создания этой игры второго фильма не существовало. И понятное дело, что внешность персонажа тут другая. Хлыст типа каноничный персонаж из комиксов. Просто целостную картину это как-то ломает. Как и то, что Старк зачем-то сам продаёт оружие различным ЧВК, а потом сам идёт и истребляет их. Напомню, в фильме было совсем не так. И все эти махинации с оружием проходили за спиной Старка. Но бог бы с ним с сюжетом, давайте вернёмся к геймплею. Он тут до ужаса однообразный и нудный. Конечно, тебя пытаются немного взбодрить различными ситуациями, но по итогу всё сводится к примитивным пострелушкам. Из интересных ситуаций мне запомнились уровни с летающей крепостью и уровень с особняком. Не знаю почему. Наверное, на фоне невзрачных уровней эти хоть чем-то выделяются. А так, тут уровней достаточно много, но проходятся некоторые из них минут за 10-15, если сразу понятно, что надо сделать. И для такого не сильно разнообразного геймплея её среднее время прохождения в 3 часа смотрятся в самый раз. Хотя были и несколько интересных моментов, когда, например, надо было уничтожить приборы, которые вызывали помехи у Железного Человека, а точнее у его интерфейса, или же босс, который менял кнопки управления на время. В игре есть система прокачки, вот только она автоматическая. А работает она следующим образом. То, что ты чаще всего используешь на миссиях, то, соответственно, и прокачивается. Вот, например, я ближе к концу узнал, что помимо репульсоров у Железного Человека есть пулемёт и ракеты. И, естественно, они были у меня прокачаны меньше всего, ведь у меня не было тупо времени ими вдоволь попользоваться. Да, я просто не додумался покрутить колёсико мыши сразу. Игра иногда не сообщает тебе, какие кнопки за что отвечают. Показывает дверь и лапу, а то, что нужно нажать кнопку F на клавиатуре, будь добр, добри до этого сам. Для меня это не проблема, конечно, благо есть опыт. Но игра, скорее всего, рассчитана была на более детскую аудиторию. И, возможно, для кого-то это была первая игра на ПК. Да, некоторые предметы и двери можно и нужно ломать, а индикатор в форме Wi-Fi нам показывает уровень повреждения. Вообще, интерфейс тут отдельная тема. Он вроде смотрится органично, но отнюдь не интуитивно. Понять, какой индикатор за что отвечает, и что вообще тут к чему, не сразу удаётся. Но это, конечно, всё придирки. В процессе прохождения нам будут открываться дополнительные костюмы, и на миссиях можно будет использовать, в принципе, любой из них. А сами миссии при желании можно будет переиграть. Костюмы, кстати, отличаются только внешне. То есть они не дают плюса к урону или к броне. Переигрывать уровни имеет смысл, наверное, только ради прокачки дополнительного оружия. По поводу визуала сказать тоже нечего. Игра выглядит ужасно. Более-менее нормально выполнены только костюмы Железного Человека. Всё остальное явно хуже. Понятное дело, это всё затачивалось под слабые консоли и PSP. Но на ПК можно было сделать и лучше. Или же вообще дать Next-Gen версию. Кривые анимации, а иногда их вообще нет. Полное отсутствие хоть какой-либо физики. И прочие прелести типичной плохой игры по кинолицензии. Катсцены, те, что не выполнены на движке игры, вообще, по-моему, сворованы из Next-Gen игры. И пережаты в 480 рублей. Игра могла быть лучше, если бы её разрабатывали чуточку дольше, наверное. Но, увы, мы имеем, что имеем. Все ресурсы, скорее всего, были потрачены на старшую версию. Я уже молчу про левел дизайн. Это вообще уровень трешака с PS1. Пустые открытые локации, какие-то коридоры. В общем, это просто ужас. Игру я прошёл за один вечер, и она не оставила никаких эмоций. Ни положительных, ни отрицательных. Возможно, я просто разучился получать удовольствие от игр. Но что-то мне подсказывает, что дело не в этом. Мне, если честно, даже было лень писать сценарий для этого видео. Потому что о этой игре адекватно рассказать, в принципе, не получится никаким образом. Вы в этом можете убедиться. Но, опять же, я знал, на что шёл, и поэтому не особо огорчён. Буду ли я когда-либо возвращаться к этой игре? Точно нет. Хотя бы я, как минимум, закрыл для себя очередной гештальт из детства. А вам, надеюсь, было интересно послушать об этом. Пишите в комментариях, что думаете о этой игре. Возможно, вы играли в неё, и у вас совершенно другое мнение, отличное от моего. Также пишите, какие игры можно было бы взять на обзоры. Сейчас планирую видео по второй части Железного Человека. И в планах ещё есть игра по Hellboy на PSP. Либо же можно сделать видео про игру Невероятный Халк 2008 года. В общем, как-то так. Планов много, а времени, к сожалению, не очень. Я проанализировал по просмотрам и понял, что игры по лицензиям вам интересны больше всего. Как бы мне тоже. В общем, постараюсь почаще обращать внимание на них. Благо, в этом сегменте непаханное поле. Можно целую карьеру построить только на них. Кстати, нас уже больше 300 подписчиков. Такое себе достижение, конечно, но зато всё честно. Если досмотрели до конца, подпишитесь. Меня это мотивирует развивать контент и не забрасывать мои начинания. Ну а у руля, как всегда, был Жуханский. До скорого.